Вот я сегодня буду в роли водителя, а моя Кристинка едет на девятке. Вот сидит при мне и вот так вот поливает. Вот просто муа! Говорю, порадуйся за меня! Я за тебя радуюсь! А потом, дедушка домовенок, поиграй, да отдай. Тут сам поплавает чуть-чуть. Короче, девочки, я расстроилась. Представляете, радость-то какая! Всем доброе утро! Мы идем в сад. Так, ты там не запутался под зонтиком? Давай руку, мам. Дождя особо нет, но как бы он был прям дождь, да? Но вот мы сейчас вышли и даже не капает ничего. Я иду с этим зонтиком, понимаю, что... Ну, я часто вижу детки с зонтиками ходят, и бывает им прикольно. Я говорю, хочешь под зонтиком пойти? У меня такой зонтик, которому 300 лет в обед. Ой, мне его то ли дарили, то ли я покупала. Я была сама вот в этом вот... Я даже не помню, в каком дьюти-фри я... Короче, где-то вот был этот фирменный магазин. Я просто не помню, где конкретно я был этот дьюти-фри. Я набрала тогда, помню, всяких косметичек, сумочек на подарки. У кого-то из девчонок моих до сих пор остались. А у меня вот такой зонтик. Во, начала капать уже. Как тебе там, Дэн, нравится? Нравится под зонтиком? Только ты зонтик над головой держи. Вот. Чтобы капельки на тебя не попадали. Короче, вот такое сегодня дождливое утро. Я еле проснулась. Честно говоря, я два раза порывалась написать в садик, что мы не придем. Что-то меня останавливало. Потом я уже проснулась. Ну, думаю, дождь, блин, поспим до талого. А потом все. И, короче, я проснулась и думаю, блин, у меня столько дел сегодня. Монтировать буду сидеть. Что будет делать ребенок сегодня? Дома. С ума сойдет. А мне нужно одно видео смонтировать, второе, третье, сидеть. Потом снять видео. Он будет меня отвлекать. И, может, тоже нужно внимание. Думаю, не, пусть играется с детками. В итоге на улице такая хорошая погода. Мы так быстро собрались. Я написала, что мы опоздаем. А мы даже вовремя приходим. У меня волосня во рту. Надеюсь, у вас она не смущала меня. Она бесит. Все, отвела Дэнку в сад. Он уже один из первых ушуршал. Я его там выглядываю. Он ушуршал уже наверх. Мы, считай, проснулись полчаса назад. Все. Он уже бодракон. Вообще, если честно, я никогда не любила зонтик под дождем. Сколько я себя знаю. Вот, девочки, 36 лет скоро. Блин. По пальцам посчитать, сколько раз я в дождь была под зонтом. Я его просто даже... Что это такое? Что такое? Мой супер-зонтик. Он такой вообще игрушечный, мне кажется, какой-то зонтик у меня. Несерьезный. Детский. Хотя он не детский, вроде бы. Он просто мини. Он очень упаковывается минимально. И все. Все, ситуация выровнялась. Короче. Да что ж такое? Волосы в ротяру. В ротяру. Короче говоря, даже когда я вижу на улице лютый дождь, у меня нет такого привычки заглянуть в окошечко и подумать, о, надо взять зонтик. Нет. Я даже, ну, максимум, что я могу, как-то одеться специально под дождь. Да ну, улетает. Но это не значит, что я одену там, знаете, этот плащ. С плащом тоже неудобно, блин. Вся мокрая, что-то лезет. Неудобно, некомфортно, холодно. А вот зонтик. Вот я сейчас иду, и вот это вот улетание зонтика, понимаете, я все равно мокрая. Вот я лучше бы прошла, вот это быстренько проскочила между каплями. И все. Короче, взяла зонтик реально ради ребенка, чтобы он потусил под зонтом в дождь. Расскажите, как вы. Любите ли зонтик? Носите ли вы с собой? И есть ли кто-нибудь такие, которые не любят зонтик и готовы промокнуть, лишь бы не брать с собой зонт? Всем доброе утро. На улице дождь. А я уже говорила. Я пришла, помонтировала видео, сейчас оно выводится. Пока оно выводится, я сделала нам завтрак с Кристиной суперполезный. Короче, я вот такие бутеры сделала. Это мой любимый бутер, я уже вам показывала. Майонез вот здесь. Вот так вот. Именно вот это вот варено-копченое, да? Или сервелат, короче, финский. И огурчик сверху. Такая вкуснятина. Так, ну что, мои крошечки. Я вышла из дома, Кристина оставила дома. Она монтирует, работает. Я уже выставила видео для вас окрашивания волос, как она меня окрашивала, как мы ржали, ее дебют. Новый лайфхак, новый метод окрашивания от Крис. Реально очень прикольный метод окрашивания. Я вообще сначала не поняла, что она так окрашивает, а оказывается, ну реально, она и быстро меня очень покрасила, и легко. Я думаю, что каждый из вас может так попробовать и ускорить процесс окрашивания. Поэтому обязательно проходите под видео. Я могу ссылку оставить. Буквально предыдущее видео окрашивание волос было. Так, ну а мы с вами поедем сейчас. Планы у меня поехать в солярий. И еще мне надо заехать в пару магазинов. Кое-что для отдельного видео я решила снять для вас. И само очень интересно попробовать. Но я боюсь, что сейчас я копеечку потрачу, конечно. Придется. Вот, но в любом случае я должна самое лучшее найти, попробовать, пощупать. Сейчас в пару магазинов зайду, посмотрю, что там продают. Не буду просто красть ваши впечатления, да, уже потом увидите. Я думаю, что это всем будет очень полезно. Кое-какая новиночка в бьюти-индустрии. Ну, насколько я поняла, это новиночка. Вот. Мне кто-то уже писал, потом еще кто-то писал. И в итоге сестра моего любимого прислала мне видео, говорит, глянь, какая тема есть. Я начала уже более подробно это изучать. Думаю, а почему бы и не попробовать это сделать себе? И показать вам, естественно. Поэтому сейчас я иду по очень важному делу. Так, и что, 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 что? Ну и посмотрим. Вроде бы должна только пару этих дел сделать. И все, и приехать домой. Еще надо снять видео. Пришла позагорать. Новая у меня кабиночка, потому что моя занята. Я решила в новую пойти. Посмотрим, как здесь. Тоже беру прозрачную ручку. Какая шикарная. Короче, взяла опять активатор тот же самый свой. Пошла. Блин, крошки, по три минуты отдыхать. Одно на... Отдыхать. Видите? По три минуты загорать, одно наслаждение. Как отдыхаешь. Поэтому слово отдыхать. Так, еще, короче, уже вес 10-5. Через час малого забирать. Еще в одно место заеду. Короче, немного завуалированно могу сказать, что я кое-что нашла в интернете. Приколюху. Начала сейчас ходить по магазинам и узнавать, у кого что есть, кто что об этом знает. И мне все как один говорят, этого не бывает, этого не может быть. Это типа вранье на видео. То, что я увидела. Я такая думаю, блин, ну не один человек показывал такое, как бы, да. И как бы я хотела найти это, чтобы вам показать. А не могу найти. Они мне другое предлагают. Говорят, вот это работает, хорошо. А вот то, что вы показываете, это херня. Представляете? Ну, я вот в поисках пока, ну, уже сдаюсь. Уже куплю то, что как бы... Ну, я не делала этого, да. Но хочу вам показать. Самостоятельно сделать. Девочки, я психанула. Нет, он ищет. Я психанула, короче, вот. Собрала игрушки Денькины все. Какие-то, в которые он играет, я еще здесь оставила. И смысл в чем? Я их просто выложу на полочку, покажу вам потом. Приду, приберусь. И чтобы он видел. Потому что бывает вот в этом всем. Он вообще с этим всем не играет. Все, что здесь, здесь половина поломана. Это все? Да, вот это все. А, я думала, ты набрал все. Нет, это все. А зачем мне собирать? Мне вот эта херня не нужна. Потому что здесь где-нибудь одна вещь, которую он ищет, он просто каждый раз все это высыпает. И вот эта борьба вечная. Убери, убери, убери. Не хочу. И каждый раз, когда слышу сыпаться игрушки, у меня аж сердце болит. И, короче, все. Я ему оставила. Нет, какие-то игрушки, понятно. Машинки маленькие, там что-то целое. Вот он любит складывать сюда, да. То, с чем он играет конкретно. Я ему пооставляла. Вот он здесь разбросал. Мне даже нет времени сейчас собрать. Сейчас за ним схожу. И вместе будем по полочкам все разбирать. И на полочке он увидит. Вот, у нас здесь есть полочка, да. И какие-то игрушки тут стоят. Я вот ее уберу сейчас вот эти свои, да. А его разложим. Он будет видеть, как где игрушка стоит. Он просто подойдет, ее возьмет. И потом поставит на место. Он же не будет вот так все с полок снимать. Ну, посмотрим. Будет снимать, я вместе с полкой все нафиг выхожу. И вот сбылась мечта. Я наконец-таки выбрасывала. Я обещала. Я предупреждала. Ой, а я же вам не показала, что у нас сегодня на ужин. О, Кристинке тут вообще чили. Она же чили-герл. Значит, у нее чили еда с остреньким даже. Помидорчики у нас тут с перчиком, с лимонным этим. Короче, вот так вкусно. Сосиска и картошка жареная. Сегодня прям захотелось. Ну, Кристина предложила, конечно. Я сразу вспомнила, что есть, существует жареная картошка. Я ее очень захотела. Делает мне чай, и вот так она достает стаканчики. Ну, что, поговорил? Дай семочек. На венчик. А что ты не говоришь пасы слово? Плохое слово, да? Типа некультурное. Наш культурный канал. Кристина. Селена поставила кружку. Фиг знает куда. Мне пришлось два стула ставить. На табуретку пришлось залазить. И на носочки. Она аж возле стены стояла там, в глубине специально. Давай, чтобы не крепкий был у меня чай. А он же не крепкий не бывает этот. Бывает, бывает. Мне все. Ну, прям все, все. Вот этого и оттуда. Тем более надо полностью. Ой, чувствую, чай сейчас будет вкусный. Я обожаю, когда мне кто-нибудь готовит. Я бы столько все бы не выкладывала. Сильно будет сладкий. Не, кружка большая. А я бы лимончик еще придавила. Придави. О, сейчас попробую, расскажу вам, девчонки. Это Кристина купила семечек. Я когда увидела, говорю, Крис, ты хочешь, чтобы у тебя зубы плохие были? Покажи, какие невкусные семечки. Почему невкусные? А мне нормальные. Ну, не нормальные. Кристина говорит, невкусные. Я говорю, нормальные. У Мартин или как-то. Мартин. Я так вам и не сказала, какой был чай на вкус. Но, наверное, по моему лицу все видно. Он был перфект, перфект. Спасибо, Крис. Доброе утро, девочки. Мы с Кристюшей выезжаем. Доброе утро. Да, сейчас едем по делам в одно местечко заедем. А потом сейчас курьером надо встретиться, посылочку забрать. Потом поедем к Кристине. Делишки поделаем. Кстати, мы с Кристиной решили чуть-чуть пожить вместе. Нам так хорошо. А у Кристины отпуск. И она все свое свободное время кому дарит? Конечно же, мне. Потому что она копилась в куче таких мелких дел, которые нужно сделать в этот период, в частности. Бывает же такое, что ты... Короче, каждый дневно не сделаешь. Вот мы сегодня, Селена, поможет мне. Прям спасибо большое. Время потратят. Мне ж неловко. Нормально все. Другой еще день. Нормально это. И по совместительству, пока Кристина у меня гостит, естественно, мы делаем видео. Контентик для вас. Вот, это всегда полезно и хорошо. Вот, сегодня вы тоже будете с нами. Я еще не знаю до конца, что мы будем делать. Я просто Кристинку повожу туда, куда ей надо. Вот, я сегодня буду в роли водителя. Вот. А жизнь-то налаживает. Симпатичный водитель. Да, ну и пока вот перед тем, как ехать к ней, мы вот заедем по моим делам. Парочку мест и все. Забрала посылочку с почты России. Это, походу, другой китайский сайт. И там тоже много интересненького. На втором канале будет распаковка совсем скоро. Ну все, мы чуть-чуть уже дела поделали, а Кристинка переоделась. Смотрите, какая красотка. Так и идет этот цвет. У меня сейчас смешанные чувства, поэтому у меня могут пузыриться эти ноздри. Ноздри пузыриться. Сейчас я ищу почту просто. На почту мы едем. Пока сейчас будет уже перерыв. А моя Кристинка едет на девятке. Ой, а сколько вы? По автостраде вдоль ночных дорог. Домов. Дорог. Домов. Не помню. Короче, мы поделали почти все дела. Мой красопед. Вот. И сейчас мы идем в Старбакс. Я хочу купить холодный кофе с шоколадом или ледом. И потом мы еще заедем в одно местечко. Как настроение? Нормальная. Особо мне еще вещи влезли. Нормальная. Сказала Кристинка веселым, бодрым голосом. Вот. Короче, потом домой. Погода классная. Я че тачки одела, у меня как-то все серо. А на самом деле все как светло, все как красиво. Вот. Прямо, да. Салон отшелый. Прямо, что-то. Недавно я увидела обалденный образ у девушки. Я так вообще уже давно не ношу. Ну, короче, я разобрала ее образ по кускам. Кристина, мои радости сегодняшние не поняла вообще. Пойдем, скорее, через дорогу. Слушай, ты вот такие-то диагнозы ставишь. Мне не нравится. Да ты не поняла. Я утром встаю, говорю, Крис, ты представляешь? Да я на своей волне думаю, как дальше жить. Она мне... Ну, я ей говорю, не поняла мои радости. Я поняла твои радости. Не прониклась в мои радости. Я не знаю, вот проникнетесь вы сейчас в мои радости. Просто я не замешательствую. Я не хочу радоваться. Просто я не хочу. Да не за тебя. Я хочу грустить. Вы знаете, есть люди, которые грустинку любят поймать и погрустить. Хотя ты такой думаешь, мне как им помочь? А не да отвалите. Дайте погрустить повод пока есть. Сейчас расскажу. Короче, радость, которую Кристинка не поняла, не смогла разделить. Нормально вообще. Вот сидит при мне и вот так вот поливает. Я ее поняла. Причем здесь поливаю? Подожди. Я просто спокойный человек. Подожди. У меня все внутри. Короче, рассказывает девочки. Классный образ. Надеюсь, меня видно. Больше идет мне, на самом деле. Я просто это сразу поняла. Смысл не в том, что он там классный, не классный. Можно и тебе такой образ сделать тоже. Будешь крутотня. Смысл в том, я увидела, такая азиатка идет, короче. Там утонченная фигура. У нее осанка. У нее ноги до ушей. И она такая, знаете, в маске такая, короче, вся в облипочку. Я давно уже не ношу вещи в облипочку. Но этот образ мне так понравился. Просто, знаете, бывает, ты видишь образ и говоришь, мой, хочу так же. Причем не что-то подобное, а просто слезать весь образ. Наверняка она каждый день так не ходит. Я могу чуть что-то тоже так иногда одеться. И я начала в интернете искать. А она азиатка. То есть, ну, это где-то там вот в Гонконге, может, или где-то там. Вот азиатов много было. Где-то там было это снято. Я начинаю искать. Зашла в один сайт, да, где я обычно беру вещи. Там, что, Алиэкспрессы, Джум, Шейн, Нью Чик. Короче, начинаю искать. И, короче, я сначала начала искать похожее что-то. Детеньки неинтересно, я полезла в интернет такая, вздохнула. Ты знаешь, мои делишки, проблемы. Ну, послушай, да, это... Я же все это слышала. Ну, еще раз послушай. Может, сейчас ты разделишь хоть радость. Посмотрим, как это. Я разделяю твою радость. Образ классный. Смысл в том, что я пыталась подобрать что-то похожее. Смотрю, у нее пояс. Начинаю искать, нет ничего похожего пояса. Начинаю смотреть утягивающие пояса. А они прям в один в один похожи на то, что у нее есть. Короче, на ней был одет утягивающий пояс, но не спрятан. А одет как пояс. Потом его покажу, все равно не поймет никто. Потом я смотрю, у нее какой-то классный, как портупея, знаете, такая тема, очень клевая. Ну, определенная. Я начала смотреть портупея и думаю, нет, это все не то. Там должны быть ремешки, там должно быть резина. Ничего такого подобного нет. Потом думаю, а если у нее утягивающий пояс, я в итоге его нашла. Может быть, у нее и не портупея вовсе. Самое интересное, что Крис, я полтора часа листала и ничего похожего не было. И ой, аллилуйя, полтора часа и просто один в один то, что на ней. Крестный, понимаете, он сделал интересно, кресты накрест. Он сзади смотрится на борцовке, вот просто муа. А, и у нее еще сумка шикарная, которую я давно уже присмотрела, но не брала. Но когда я увидела на ней, я еще и сумку, там вариантов море. Я думаю, блин, я хочу, чтобы так же аккуратно смотрелось, как у нее. И в итоге там эту сумку ни хрена не видно было на видео. Но я приближала, делала скрины и поняла, что вот, какую именно взять сумку. Она две с половиной тысячи стоит. Короче, я все заказала. И я просто в два часа ночи, наверное, легла спать. А утром стою, Кристине начинаю все это рассказывать. Она такая, что? А, где? Ну я в своих мыслах. Ты же не мне это заказала, а что мне? Я говорю, порадуйся за нее. Я за тебя радуюсь, но и у меня сегодня... Короче, я уже заказала, оно едет. Я вам покажу, я оденусь в этот образ. Я еще топ только не могу найти, похожий. Это просто бомба, фишка, секс, топ. И главное, все закрыто. Там не вот такой вылез. Главное, все для здоровья. Если это мода пойдет... И для здоровья, это красиво. Я так чаще буду одеваться. Не просто для красоты, а для пользы. Еще и красивее. Ну ты поняла, короче, да? Девчонки, разделите мою радость. Поставьте образ огонь, хотя вы его не видели. Я потом сниму видео и все покажу. Извините. А, простите. А куда мы едем сейчас? Ну как вот доехать? В виде себе собора. А если взять и только направо? Как туда спуститься, я не понял. Крис, у меня на авантюры всякие подталкиваешься. А, ты продолжаешь снимать? А потом в солярий хочу зайти. Уже на 4 минуты сегодня. Я тебе ни на что не подталкиваю, ни на какие авантюры. Она хочет мимо моего авантюрного места провести меня. Говорит, поехали. Покажу тебе местечко. Авантюрное. А вот я пришла в солярий, а Кристина говорит, а я с тобой хочу. Будет палить меня сейчас. Мою супер-мега-фигуру. И кофе пить. Говорит, с тобой здесь весело. Настоящая хозяйка, когда я вижу, что хотя бы хоть одна. Это не грязное, это кофе. Здесь нужно водички добавить. Вот одна грязная игрушка. И я встала в баку. Кристюша съездила домой, нажарила рыбки. Вот. И привезла нам покушать. Мы сегодня, кстати, с тобой ничего не ели толком, да? Вообще. Только кофе пили. А время уже 4 часа. Я просто сегодня хотела почиститься. Уже какой день хочу. Ну, в смысле, почиститься ничего не кушать. Это я кофе напилась, поэтому у меня тут... Не обращайте внимания. Давай, накладывай нам. Накладывай? А ещё я так смотрю... Или положить. Как чай... Положи, ложи. Налаживай. Налаживай жизнь. Потому что я растусь. Осленка. Я такая, осленка у меня, да, ещё тут вот. И, короче, не кайф. Я смотрю на этот чайник, который сгорел. Стоит. Он стоит, кстати, бежевая штучка. Не нравится мне. А уже фаберлик завтра заберём. А это пока в память о чайнике постоит. В суперчайник, да. Рыба, она и вкуснейшая. Крис уже разделяет нам всё. Слушай, подожди. А огурчик или... Блин, мы не взяли зелень же у тебя растёт дома. Мы не взяли. Укроп. Я специально для того, чтобы малосольный сделать. Огурчики. Не взяли укроп. Ё-моё. Есть слово ростовское, но не буду говорить. Какое? На какую букву начинаешь? Шарепа. Она меня шарепой назвала, слышали? Это вот самая вкусная рыба. Вот это последняя. Напополам, да? Ну, может быть, на любителя. Но вы так как окунь, это хищник, да? Знаете, девочки, мальчики. Конечно. Окунь питается же тоже рыбой. Это хищная рыба. Поэтому у неё мясо тоже напоминает мясо. Рыбе мясо напоминает... Рыба напоминает мясо. А, свинину, типа говядину, да? Ну, это только более нежная королевская свининка. Ну-ка давай, напополам. Ты решила всё мне, гля. Ну, так удобнее кушать. У меня с тарелки. Да. Да, давай прокатимся. Я посмотрю, где сесть там. И сядем, кушаешь мороженое. И потом мы сядем с Кристиной, а ты будешь кататься. Ты будешь. Ты будешь кататься. Кристи, красавчик мой. Здесь жёлтенький весь, зелёненький. Класс. Да. Ой, мои детки кушают мороженое. Вкусно вам? Да. Я только что поела мороженое. Поехала, пошла... Пошла... У Деньки забрала рюкзак, он там лазает. Ты будешь ещё? Иду к Кристине, а она мне говорит, Василий, я тебя серьёзно не воспринимаю. Интересно, почему? Интересно, почему? Не подскажете мне? Крис. Домой придёшь, он ему... Подожди, давай поговорим о серьёзном. Ладно, короче, мы посидим, я кушаю мороженое, уже поели. Так хорошо, погода хорошая, тенёчек. В общем, всё супер. Кристина смотрит на меня и рожёт. Понимаешь? И говорит, ей ничего не мешает на лице. Текст прайс. В зеркальце. Фу. Как будто козюля. Да нет, там не козюля, а там... Сопля. Козюлище. Сопля. Там козлище. А что это вы здесь делаете? Ты этот будешь сыр, нормально? Да, козий сыр. Что Кристина делает? Кристина делает бутерброд. Бутерброд. Да. Деннис, чем будет бутерброд? С маслом и сыром. Кушай. Попробуй, скажи, вкусненько? Попробуй. Сиди. Ну, ладно. Идём, пошли. Вы куда идёте? Мы идём. Деня издевается над Кристиной. День, вы куда идёте? Я пошла спать. Всё, спокойной ночи, День. Нет. Да, всё, я тебя на кровати оставляю, я пошла спать. Всё, спокойной ночи, я пошла. Нет. Ты же не хочешь мультики? Всё, я пошла. Я гнусь. Аккуратно. Знаешь, я его упоём, потому что, я скажу, что это бесстрашно. Всё, я пошла. Стой, стой, стой. Так, Деня ведёт Кристину смотреть мультики, да? И засыпать, Деня. Кристина будет его потихонечку укладывать. Ну что, мои хорошие, смонтировалась сейчас для вас в ложек. Выйдет завтра утречком. Завтра у меня запланированы пару дел. И в ближайшее время вы удивитесь, что я для вас приготовила. Сама тебя не ожидала, но что-то вот наитие какое-то пришло. И поэтому уже два дня я бегаю, узнаю, смотрю, прицениваюсь. В общем, уже решила кое-что взять. И будет видео скоро. Видео будет долгоиграющее, потому что много нюансов, много моментов. Вам будет самим очень интересно это узнать. Так же, как и для меня. Вот. Что ещё? А, и завтра у нас ещё логопед. Вот. А в воскресенье я собираюсь к подружке в гости. Но это уже будет следующий влог. Вот. И что ещё хотел сказать? Всё. Мои дети уже соскучились за мной. Ждут маму. Деня уже начал протестовать, включать робот-пылесос на ночь. Вот. Так что я пошла укладывать. Ставлю фильм на вывод. Пошла укладывать, ложиться. Может, сериальчик какой-нибудь включу. Я молодец. Делов наделала. Видео сегодня сняла, смонтировала. Так что я определилась, да, с тем, что буду вам снимать. Какое следующее интересное, интригующее видео. Вот. И, в общем-то, довольна собой. Иду. Всем спокойной ночи. Мои хорошие, доброе утро. Сегодня отличная погода. Обещают супер градусы. Там на улице прям, смотрите, красота. Красота. Солнышко. Только смотрю по деревьям. Немного ветра у нас тут есть. Но в целом, вообще, посмотрите, какое ясное-ясное небо. Сейчас Кристиночка снимает видео. Я готовлю завтрак. У нас там будет картошка с помидорами. И залито все яйцом. Омлетом вкусным-вкусным. Авокадо. Вот. И кофе. Потом мы сегодня с Дэней выезжаем. Ну, мы сегодня с Кристиной разделимся. Во второй половине дня она поедет в гости к своей подруге. Я поеду в одно местечко по делам. Кое-что куплю опять, потрачу, блин, нормально денег. Но, не знаю, мне кажется, это того стоит. Я очень хочу. В общем, если что-то у меня загорелось, то меня не остановить. И не важно, сколько денег я на это потрачу. Получается вот так вот. Прям вот разговариваю сама с собой. И получается так. Загорелись в одном месте кое-что. И все. Напишите, кто такой же. Я с этим вот наблюдаю, за этим вообще в последнее время. Особенно, что касается каких-то экспериментов и так далее. Это невозможно остановить. Но все равно я думаю, что все будет нормально. Тем более, я в этом месяце был вообще эконом-режим. Я никуда не ездила, никуда не ходила. Лишних денег не тратила. Поэтому у меня есть свободные деньги, которые прекрасно могу потратить на красоту. Красоту, конечно. Все для красоты. И, конечно же, вам снять что-то интересное, новое. Мне самой интересно попробовать. И вам интересно показать, свой отзыв оставить. В общем, многосерийное получится видео. Вот. Потом мы пойдем к логопеду. И, возможно, может быть, мы поплаваем еще. Кристина, наверное, поедет в гости с ночевкой. И сегодня мы будем сами. Тем временем, смотрите, какая у меня красота тут готовится. Видите, я сделала маленький-маленький огонь. Причем даже не на широкой конфорке, а на маленькой конфорке. Еще и маленький огонь. И просто вот все томится. Это будет невероятно вкусный блин. Там картошка, яйцо. Все посолила. Ой, как я люблю. Кстати, пересматривала сейчас видео, где я готовлю батат. Блин, он реально очень вкусный. Я буду его постоянно брать, потому что сочетание перча, картошка, батат – супер. Так, вот что у нас получилось. Авокадо с Кристинкой напополам. Один у меня оставался. Денька авокадо не ест. Пусть авокадо, День? Выкуси. Не. Ну, ладно. Все. Давай бутербродик, картошечка. Ему, видите, помидоры не уложила, потому что он не любит помидоры. Так, что это за грызок тут? Я хочу так. Хочешь? Попробуй? Да. Давай, куси чуть-чуть. Вкусненько. Орех. Прям нет? Ну, ладно, закуси скорее, закуси. Девочки, у нас, конечно, утро с Крест началось. Просто какой-то сумасшедший. Крест шутит. Говорит, сегодня не пятница, тринадцатая. Но сегодня суббота. Сегодня суббота девятнадцатая. Короче говоря, да, сегодня мы что-то с утра уже, Кристинка видео снимает, я выкладываю, что-то, что-то приготовила, что-то какая-то, что-то потерялась у нас сегодня, мы искали, мы час, наверное, потратили, но то, чтобы найти там эту фентиклюшку, очень важно, уже расстроились уже, где она могла быть, в самом непредсказуемом месте нашли. Сейчас Кристинку отвела, отвела, сейчас Кристинку отвезла на массаж, вот, и договорилась с девочкой через сорок минут мы встречаемся, и пока есть эти сорок минут, я еду в Фаберлик за чайником, девочки. Ну, я там заказала не только чайник, естественно, чтобы сделать на второй канал распаковочку вам интересную, все подробно показать, еще там что-то прикольненькое заказала из новинок, вот, но чайник покажу вам здесь, потому что мы все в ковшике греем, и нам пора уже этот чайник. Одна из девочек, кстати, написала мне, у кофемашины нет функции подогрева воды, может быть и есть, я не знаю, честно говоря, не смотрела, кофемашина сейчас стоит у меня, я ей не пользуюсь, мне пока нравится растворимый, быстро и вкусно, вот, кофемашина моя родненькая стоит, ждет своего часа, когда я вновь захочу пить натуральный кофе, а может быть, кто-нибудь подарит мне какой-то натуральный вкусный кофе, и я снова начну делать в офисе, погода, кстати, хорошая, жаркая, 28-29 градусов у нас сейчас, но, девчонки, мы вышли, и такой ветер подул, ну, прям ветер хороший, Денька же кепка улетела, снесло ему, он побежал за ней, ну, прям, таки идем, знаете, сквозь бурю и грозы, жарко, я уже вся вспотела, ну, еще у нас логопеды, я вообще взяла купальники, чтобы, может быть, мы покупались, поплавали, вот, а вечером пришла и хотела снять видео, как раз надо будет искупаться после этого, мне парочку видосов надо снять, вот, ну, и готовлюсь к новым видео на главном канале, вот это вообще, я так жду эти видео, честно, интрига-интриг, что же я придумала, что за преображение, короче, девочки, я расстроилась, пришла Фаберлика, у них что-то там, видимо, с доставкой спуталась, я не знаю, будет сегодня доставка еще или не будет, но вроде вчера была доставка, и это пришла часть, у меня там велосипедки черные, я заказывала модные черные велосипедки, вот они пришли только, и все, ну, я это потом уже все вместе покажу, что одни велосипедки буду показывать, ну, просто черные велосипедки, ну, это просто отдельно, видимо, заказы идут, много этих велосипедок, их не было, видимо, в наличии, они ждали доставку, и, ну, разделили заказ, первое я получила, вам сняла, и только велосипедки не получила, вот сейчас я их получила, а думала, что это чайник, я говорю, что теперь делать, и когда теперь у меня чайник ждать, говорю, у меня вода не кипятится, почему на 19-е сказали, короче, она говорит, ну, что-то какой-то сбой, вообще всегда Фаберлик все вовремя приходит, видимо, правда, что-то сбой, я говорю, ну, есть еще шансы, что сегодня привезут, они же не зря, она говорит, ну, вот, чуть-чуть вот сейчас здесь сдвинулись, приходят смски, что, извините, переносятся, а там в статусе написано, что собирается только заказ, думаю, ну, ладно, подожду, пока погреем воду, в тазике хотела сказать, в ковшике. Кристинка пришла с массажа, лицо у нее просто вообще, посмотрите, какое, огонь, да, выровнялась все личико. Жалко, что только личико. Ну, что, пойдешь еще, тело выровнишь. Так, мы с Денькой к логопеду идем, я взяла на всякий случай с собой сумку. Классная такая сумочка. Да, под цвет Денькин, видишь, вообще он должен носить ее. Короче, сейчас пока то-се, я посмотрю. Надо тебе, я скажу. Скорее всего, в Басик пойдет. Надо тебе, я скажу. Сегодня я у Селены брала такую штучку, подставочку для камеры, вот, мы не могли ее долго найти, но я говорила потом, дедушка-домовенок, поиграй, да отдай. Она нашлась. А, да, буквально за две минуты думаю, наверное, Денька так специально. Представляете, начала грешить на ребенка, думаю, наверное, Денька куда-то спрятал и молчит. Представляете? Да, более того, мы когда нашли, она говорит, я не могла ее туда положить. Ну, типа, это Денька положила. Посмотрите на него, на этого чипа. А потом такая уже чуть-чуть такая, ну что, я вот так шла и вот так положила. Да все равно этого не помню, меня выключают, ты видишь? А знаешь, говорят, выключают, это значит, переселяются. А у вас в юридическом вообще есть освобождение, ответственность, если ты не помнишь? По неосторожности. А если ты не помнишь? По неосторожности. А если не помнишь? Ну, это считается по неосторожности, я бы так квалифицировала это деяние. То есть ты неосторожно положила эту штучку не туда, не туда, не туда. Полностью, к сожалению, не снимается, но чуть-чуть мы пришли. Так, вот такой вот мой будет обед. Вы помните, чем я позавтракала обедом? У меня сегодня чай черный, чабрец, лепестки василька. И вот такая вот штучка с кокосом, очень мне нравится. Это протеинная вот такая, вафля, очень вкусная. И, кстати, о Деньке я заказала сейчас фетучини с курицей. Вот, курицу он, возможно, не будет есть, мне ее придется съесть. А макарошки с сыром, он с удовольствием поестит. Все, девочки, я подчистила Денькину фетучини. Теперь у него чисто здесь сыр перемешанный уже, сливочный соус и его любимые макароны. А всю нечисть, которую он не любит и выковыривает, я съела. Так, еще в нашем фитнес-клубе продаются вот такие вот мармеладки всякие. Хочу попробовать. Это малина мята, это клюква без названия. А это морковка и лимон. Давайте морковку и лимон попробуем первую. Просто чая много, а что-то хочется в прикуску есть все время. Выглядит вот так, там кусочки прям фруктов. Очень необычный вкус. Крис, хочешь попробовать? Я же мармеладки не особо люблю. Не кайфую. А мне больше достанется. Мальчик прибежал наш с наклейкой. Смотри, заработал, да? Наклейку, прекрасно. На макароны напал. Давай, кушай. Сегодня было какое-то новое упражнение у логопеда. Она сказала, что есть упражнение на зай. А вы что вытираешь? Салфетка зачем? Да. Вот салфеточка, вытирай. Она сказала, было упражнение на повторение звуков. То есть там, говорит, разные тональности звуков. Говорит, уже третий раз я ему делаю упражнение, он все повторяет. Я, говорит, была очень удивлена, потому что, ну, вот из тех, кто ходит к ней, мало кто повторяет. Я говорю, слушайте, это у нас, говорю, вообще повторение любых звуков. То есть новый какой-то звук, пылесос, стиральная машина, светофоры, сигналка вот эта вот. Он все повторяет, ну, то есть о песне он тоже поет. Она говорит, попробуйте его отдать на вокал. У него прям, ну, вот, отличный, как это, слух, наверное, да? Ну и желание вообще это повторять. Ему нравится. Салфетка. Вытирай. Вытирай, возьми в ручки. В ручку вытирай. Да, вот так, а не этим, а не рукой. И сказала, что даст нам телефон какой-то девушке, у которой ее дочка занимается. Говорит, я много кого попробовала. Говорит, это вот хорошее. Только она в центре единственное, что преподает. Ну, может быть, раз в недельку тоже получится ходить. Может, вот как раз перед логопедом будем к ней ездить. Субботу надо задействовать вот так вот, знаете. Прям по всем всяким таким этим ходить интересным. Туда-сюда раз в неделю. А в воскресенье буду отдыхать я. Вот. А будни работать. Вот такие планы. И чё ты уходишь? И чё ты? И чё ты? И чё ты уходишь? Не уходи! У нас это... как это называется? Рассинхрон. Но это специально. Да, да, это... Когда 13 голосов. На голоса, да, разделились. Тургей. Какое? Турецкого. Хор турецкого. Да. Я сейчас еду в гости на шашлыки. Ты мне мяско привезёшь с собой чё-нибудь? Кусочек. У меня сомненно вонять тело будет. Нельзя ездить. То есть ты не будешь есть? Да ещё чё, чё? Не, я не буду есть. Не, серьёзно. Божь смотреть просто? Поддержу компанию. Я тебе не верю. Ты сомненький. Ты сомненький. Который мне проработал. Я пошла. Ветер. А, ты отличь меня решила. Ты давай кушай. У нас классная погода эти дни, да? Да. И чё, и когда ты вернёшься? Блудная. Блудница. Блудница. Я вернусь куда? Завтра. Завтра у нас театр. Ну, я ж хотела, блин. Завтра? Завтра? Тебе придётся завтра вернуться. Это понятно. В театр. Время летит, как Пугачева сказала, тик-так-так. Я не поняла, в чём ты в театр пойдёшь? А, я ж с тобой поеду, а ты завтра же в гости идёшь? Чё ты всё с ним? Я завтра иду в гости, да, вечером в театр мы идём. А в чём ты пойдёшь в театр? Ну, ты же в гости пойдёшь. Из гостей ты домой будешь заезжать или нет? Да, я Дэнью отвезу, маме оставлю. Я ж в гости с Дэнью. Я с тобой буду, ты будешь отъехать от Лены, а я буду ехать с гостей. Вот так же я жду. Потому что у меня там наряд готов. Ах ты! В общем, я решила не идти в бассейн. Пойдёт один Дэнька в бассейн. Я просто посижу рядом. Чё-то нет у меня настроения купаться. Как посидеть? Иди, открывай дверки. Халат такой деловой. В большом бассейне, конечно, мы не пойдём плавать туда. Будем в маленьком плавать. В большой бассейне в мостах. Пусть тут сам поплавает чуть-чуть, а я посижу. А я посижу тут. После плавания у Дэни всё время ритуал вот здесь полежать на лежаке. Всё, весь живот себе отбил. Так прыгал там, короче, смешно с девочкой. Животами прям об воду. Дэнь, ну что ты творишь? Нет, давай, одевай. Что ты хочешь? Плавай. Постелить? Всё, ребёнок хочет загорать. Дэнь, скоро пойдём на пляж загорать. Короче, прилёг, говорит, не пойду никуда. Полежу. Я его закутала тут. Тёпленько тебе? Я тёпленько. Ну всё, загорай. Загорай. Отдыхаю. Погода просто превосходная. Дэнька по травке бежит. Накупался, устал, наплескался с девочкой там. Радуется. Вообще, я замечаю, что всё время... Вот я держу, если камеру, вот с этой стороны. Сейчас у меня справа находится мой рот, прям близко к камере. И я вот так разговариваю. А вот так вот он сейчас слева находится. И я заметила почему-то... Дэнь, стой! И я заметила почему-то разный звук. Так, Дэнь, не балуйся, пожалуйста. А где ключи? Сейчас в планах у меня приехать домой. Я всё время после бассейна как-то устаю. Даже я не купалась, я всё равно устаю. Я вообще устаю очень ещё от безделья. Вот когда я прям вообще ничего не делаю. Ни сериал любимый не посмотрю. Поняли? Или не поем что-то вкусное. Не лежу в итоге. А вот просто тупо сижу, например, да, там, чего-то жду. Вот это, мне кажется, самая большая потеря времени. И от этого я очень сильно устаю от каких-то ожиданий и невозможностей что-либо делать полезное, либо то, что ты любишь, да, что-то такое. Вот бассейн, я не знаю, вот я тупо сижу, и мне хочется это время занять, пока Дэнька плескается там. И, ну, понятно, что это польза того, что я сижу, а мой ребёнок занимается бассейном, да. Ну, вот лично я считаю, что мой мозг как будто освобождён, и руки освобождены. Надо что-то делать. Но я не могу в бассейне что-либо делать, потому что мне надо смотреть за ребёнком. Ну, мозг не совсем как бы освобождён. Ну, вы поняли, да. Так эта козюля балуется. В общем, сейчас хочу прийти домой. Не знаю, насколько хватит моих сил. Сейчас проконтролируем этот момент. Хочу искупаться, помыть голову. Дэньку после бассейна искупать, потому что что-то не стало сейчас его купать, иначе я вся забрызгалась бы, я же не переодевалась. Дэньку искупать. И хочу снять два видео. Один на второй канал, а один на главный. Представляете, радость-то какая. СМС-ка пришла, что в пункте выдачи Фаберлик мой чайник. Ну, там не только чайник, блин, там большая посылка на 6 тысяч почти заказ. Вот. И я сейчас звоню, а время уже, они вообще до 7 сегодня работают, а сейчас 10 минут 8 уже. И я звоню такая, говорю, ой, мне только 20 минут назад СМС-ка пришла. Говорю, что, ну, в пункте выдачи. Она такая, да, говорит, поздненько сегодня заказы пришли. Я говорю, а вы же не работаете уже. Ну, почему я здесь могу вас подождать? Вот что мне нравится, что частенько уже было такое, что я, бывает, не успеваю, звоню, и может подождать. То есть нет такого, знаете, 7 часов, и там уже след простыл всех. А уже вот не первый раз, что могут подождать. Я говорю, ну, я минут через 12 буду. Она такая, хорошо, я вас жду. Вау. К чайнику быть. Прошла я домой, и чувствую, что я вообще ничего не захочу делать. И пока сходила за этими посылками, мамину еще забрала. И у меня предыдущая еще от китайского сайта пакет тяжелый остался. И, короче, я тащила сейчас большую коробку, мокрые вещи с бассейна, мамин заказ пакет, с Китая заказ пакет, а еще же у меня предыдущий еще заказ был с Фаберли. Короче, что-то столько пакетов я несла, сейчас несла, и что-то параллельно Дэнни балуются, ходят, открывают двери, машину еще припарковать далековато, пришлось все это тащить. Открывают двери, Мила бежит, выбегает, у меня уже руки обрываются, я, короче, такая захожу, все уже такая просто вау. О-о-о! Искупаться бы силы были. Нет мне покоя. И кто-то звонит. Прошло уже полчаса с того момента, как мы пришли, и я сижу, я даже сумку, вот видите, она как была на мне одета, я даже ее не снимала еще. Я уже созвонилась, поговорила по телефону, потом я полистала инстаграм, потупила, потом я поняла, что я хочу сегодня себя чем-то порадовать, вкусненьким, думаю, ничего готового нет. Кристинка уехала на шашлыки, я тоже хочу чего-нибудь вкусненького. А я уже давно хотела роллы заказать. Я заказала роллы, но, скорее всего, останутся еще роллы даже Кристинке, потому что там я заказала три, три пары роллов. И еще в подарок одни дали. Короче, там много всего. Я и так то, что заказываю, не доедаю, просто я люблю разнообразие. Вот, поэтому много заказываю разного, и в итоге остается. Так что еще, наверное, Кристинку завтра роллы дождутся. Вот. И что хотела еще? А, все. Короче, сейчас я чуть-чуть приберусь, тут поляну себе приберу, туда я пришел и начал все разбрасывать опять. Вот. И голову хочу очень помыть. И видео мне столько надо снять. И чайник же вам показать. Ой, а знаете что? Давайте я закончу этот влог на самом деле. Покушаем вместе роллы. Сейчас покажу, что я заказала там. Обычный мой стандартный набор. Вот. Прям немножко ничего не буду делать. Ничего не буду сегодня снимать. Ничего не буду распаковывать. Давайте чайник я вам покажу уже в новом влоге. Прям мы начнем с него. Ура, чайник. Я уже его достану, кстати. Я его испытаю уже. И чтоб мне уже было что сказать про чайник. Так что в следующем влоге будет чайник. Вначале прям видео самое. Вот. И все. Что-то вообще мне сил нет. Я сейчас включу мир, дружба, жвачка. Второй сезон. Мы уже начали смотреть. Кристинка смотрела. В принципе и первый, и второй. Я думаю, ничего, если я без нее пару серий посмотрю. Ну вот и все. И все. Я буду вообще сегодня тупить и отдыхать. На завтра мне ничего не надо. А завтра уже, кстати, да, завтра уже новые дела. Ну, короче, все в новый влог. Вот. Так что ждем с вами ролички. Ну что, мои хорошие, я тут себе решила устроить романтический вечер. Это вот я взяла, кстати, новые роллы с креветкой запеченные. Эти, Филадельфия, я беру всегда. А эти тоже, Филадельфия, только в крема сага, а не в лососе. А, лосось чуть-чуть внутри есть. Вот. Также сладкие я взяла роллберри. Это я с чаем обожаю. И вот такие. Вот такой вот салатик, витамины. Тут морковка и капуста. Я не люблю резать капусту, я не люблю морковку так резать. Но очень люблю эти салаты, поэтому решила взять. Со скидкой мне там 66 рублей получился. Свечу зажгла из фикс прайса, красивую. Сейчас выключу свет. Включила содержанки, фильм. И я не поняла, я смотрела или нет. Ну, третий сезон точно не смотрела. А вот второй сезон, сейчас, короче, буду проверять, что я там смотрела, что не смотрела. Очень мне нравится сериал этот. Все, вот такой у меня романтик. Что-то у меня чадит почему-то эта свеча. Не пойму, почему. Всем приятного. Девочки, аппетита и просмотра фильма. Фух, ну что, кружки мои, я поела. Половину оставила Кристине. Завтра приедет, поест. Все. Сейчас я досматриваю содержанки. Я оказывается... Ну, третий сезон я точно не смотрела. Второй сезон, начало вроде начала включила. И я понимаю, что я смотрела уже. Наверное, второй сезон. А третий только начался недавно. Так что посмотрю. И все, я буду укладывать Деньку спать. Все, Денька тоже печеньки, молочко на ночь дает уже. Баранки свои там. Хорошо. Хорошо. Я предвкушение того, что я буду скоро делать. Не хочу вперед забегать и говорить, где конкретно и что я буду делать. Мне, кстати, интересно, как вы к этому отнесетесь. И интересно послушать ваш опыт, кто такое делал. Так что, ну, совсем скоро уже, совсем скоро. Все. Желаю всем спокойной ночи. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы не упустить новинки на моем канале. Новые видео обязательно ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. Я все читаю, просматриваю. Вот. Сердечки вам свои дарю. Все, пошла, устала. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok